Надя, привет! Смотрю твоего Лёву. Тоже хочу тебе сказать несколько комментариев. Девочки правильно отметили, что фон лучше делать полукрестом. Я с этим абсолютно согласна, потому что сейчас это выглядит нагроможденно. И когда Лев у тебя будет сделан крестом, а фон полукрестом, он визуально выйдет у тебя на первый план и будет более объемным. Сделать фон крестиком очень сложно в таком случае, чтобы при этом главный объект не потерялся. Покажу, как массово можно сделать фон, который ты уже нарисовала, полукрестом. Смотри, я беру выделение нестандартной области и обвожу тот участок, где хочу заменить крестики на полукрестики. То, что я задеваю там бэкстич, это ничего страшного, потому что мы будем менять только крестики. Я обвела, иду в меню область, изменить тип стежка. У меня появляется всплывающее окно, где я могу выбрать, какой тип стежка я хочу заменить и какой я хочу видеть вместо него. Я хочу заменить крестики, ставлю здесь галочку, на полукрестик выбираешь, в какое направление. Но, на мой взгляд, лучше выбирать направление вправо, потому что в основном вышивают именно так. То есть это наш несущий первый крестик, он чаще всего идет из левого нижнего угла в правый верхний, но это не принципиально. Оп! И все, у тебя сразу фон становится полукрестом. После этого просто нужно отменить выделение. И смотри, как только я поменяла крестики на полукрестики, сразу фон стал не таким пятнистым, как был до этого. Что еще хочу сказать по поводу фона? На мой взгляд, его тебе лучше рисовать, глядя на исходник рядом с работой. То есть не по подложке, а именно по там, держа исходник рядом. Потому что так ты можешь немного уйти в творчество и именно обозначить самые основные моменты. Ты видишь, что тут, например, что вот, например, здесь коричневое пятнышко, да, в перемешку с зелеными. И ты берешь там немного коричневых, немного зеленых, и вот так их расставляешь, чтобы это именно в полукрестиках, именно в схеме выглядело красиво и выглядело органично. Не важно, что оно не совсем соответствует исходнику, например. Нам важно сохранить суть, но при этом, чтобы это было удобно вышивать. Также я тебе советую предварительно набрать все-таки палитру тех цветов, которые ты будешь использовать для фона. Сейчас я у тебя палитры не вижу. Ни для фона, ни для льва. Сделай палитру, выбери там несколько желтых, несколько зеленых, несколько синих и несколько переходных между ними. Да, то есть прям можешь вот так создать палетку. Вот, допустим, я вижу у тебя синее, да, 995. 995. Ну, допустим, даже если брать их. 995. Потом берешь, например, какой-то зеленый. Вот я у тебя вижу зеленый. Очень насыщенные у тебя цвета. Но я тебе советую взять парочку там. Несколько синих, несколько зеленых. И можешь смешать вот этот синий и зеленый. Он будет у тебя играть роль переходного. Далее берешь, например, коричневый и смешиваешь зеленый и коричневый. Он тоже будет у тебя играть роль перехода. Далее берешь желтый, да, и смешиваешь желтый и коричневый. То же самое можно сделать еще с желтым и зеленым, с желтым и синим, с коричневым и синим. Такие вот варианты. И рисуешь это небольшими пятнами. Например, тут немного коричневого, потом переходный в зеленый и зеленый. И старайся их не делать вот так кучно, а все-таки немного разбрасывая их по отдельности, но при этом не разбрасывая их очень далеко. То есть старайся избегать одиночек, которые очень далеко находятся от основной массы крестиков. Но одиночке это не страшно, если они находятся рядом друг с другом при этом. Например, они соприкасаются по диагональке. То же самое для льва. У тебя сейчас отлично нарисована голова. Мне на самом деле очень нравится, как ты сейчас с ней справляешься. Тут прям много цветов есть. Но переходы вообще незаметно. Вижу, что ты используешь тут шахматку. Но поаккуратней. Потом, после того, как ты все закрасишь, постарайся почистить вот такие моменты, которые там далеко друг от друга находятся. Например, какие-то одиночные 3 четверти креста. Поэтому я тебе советую нарисовать палитру все-таки и придерживаться ее. То есть нарисуй палитру цветов, которые ты используешь для льва. Для того, чтобы не заигрываться и не залезать лишний раз в палитру, чтобы у тебя не было соблазна взять еще какой-то цвет дополнительный и еще его вставить. Работай с теми, которые ты набрала. Набрала 5 цветов, вот работаешь с этими 5 цветами и не уходишь за эти рамки. Только в случае крайней необходимости, если этот цвет уникальный и больше там, кроме него, ничего нельзя взять. Окей, тогда нужно брать какой-то уникальный цвет. По бэкстичу вижу у тебя очень много мелких линий. Понятно, что ты хотела ими показать. Хотела показать травинки, хотела показать вот эти мелкие, да, там блики на гриве у льва. Но держи в уме, что вот эти очень маленькие линии, вот эти, особенно если они находятся между двумя крестиками, а они находятся у тебя между двумя крестиками, они провалятся на вышивке, провалятся туда, в этот промежуток, и их совсем не будет видно. И тебе вышивальщица задаст вопрос, какого, спрашивается, я здесь вышивала эту линию, если ее здесь даже не видно на готовой работе. На готовой работе ее не будет видно. Точно так же, как и эту линию. Если ты делаешь вот такую небольшую линию, делай ее прямо вот здесь, то есть по середине крестика, потому что в таком случае она ляжет поверх крестика, и она не утонет. Ее будет хотя бы немного видно. Но вот такой вариант не канает, не надо так делать. А еще лучше вообще избавиться от этих линий и сделать их хотя бы чуть-чуть длиннее, либо немного по диагональке, чтобы они между крестиками не провалились. Вот такая суть. Поэтому продолжай, почисти линии, разберись с ними, убери лишнее. Ты всегда их можешь добавить потом поверх крестиков, когда ты уже все отрисуешь. Лучше сейчас не мельчить с линиями, не рисовать лишнего. У тебя всегда есть исходник под рукой. Ты всегда сможешь сориентироваться на схеме. Ты видишь, что у тебя здесь хвост, и можешь примерно представить, где у тебя должна быть линия. Поэтому не бойся. Исходник под рукой. Ты всегда линии нарисуешь. Можешь вот здесь сейчас все вот эти линии стереть на фоне. И вот эти линии тоже. Я тебе советую вообще стереть, потому что они сейчас здесь не нужны. После того, как ты нарисуешь все полукрестиками, возможно, тебе даже не понадобится бэк этот рисовать. Ты сможешь полукрестиками все сделать так, что будет понятно, что это там такая травинка. То есть пару темно-зеленых полукрестиков заменят у тебя линию бэка. Можешь сделать их в разных направлениях. Например, я беру зеленый и делаю какой-то такой похожий узор, и они заменяют у меня вот эту линию, например, и вот эту линию. Вместо бэка упрости задачу и сделай полукрестиками. Также отличный вариант совмещать крестики и полукрестики. То есть, например, если ты хочешь выделить какие-то определенные места на работе, на своей. Вот я, например, вижу, что вот здесь просто идет небольшое заполнение, а весь акцент идет именно на травинках. Вот эти травинки ты можешь выделить крестиками, а все остальное закрасить полукрестиками. И полянка вот эта, на которой стоит лев, будет объемная и будет такая, знаешь, рельефная. Это будет очень круто. Но вот этот весь верх все-таки лучше сделать полукрестиками, а вот здесь можно использовать еще частично крестики. Как у тебя сейчас, вижу, есть вот эти белые точки, которые ты вот здесь использовала. Вот точно так же можно поиграться с травинками. Это, в принципе, все комментарии, которые я тебе хотела сказать. Работай, работа отличная. Продолжай, молодец.